Добрый день, Полтава! Здравствуй, Украина! Сегодня я пригласил на чашку чая, сегодня не кофе, а во Франсуа. Двух наших опальных депутатов, наверное, сейчас проще всего так сказать и разумнее всего, почему-то эти люди попали вот в такую мельницу. Пригласил я их после собрания целой партии, которую я вам покажу. Показал уже, наверное, на тот момент, когда я покажу это интервью. Я хотел бы с ними поговорить вот на какую тему. Я не хочу спрашивать вас отчета, потому что вчера я, к сожалению, увидел, как вы таки вы пытались что-то говорить о том, что сделали на собрании. Зал не слышал. Была стена, не хотел слышать. Я хотел бы с вами поговорить о том, как вы увидели само собрание. И хотел бы задать вопрос, как вы думаете, как вы видите юридически, грамотно, что будет происходить дальше. Вот о таких два вопроса меня больше беспокоит. Вопрос первый. Как вы увидели вчерашнее собрание? Сергей Луценко, депутат Полтавской мельской ради. Да, извините, я не представил. Я просто каждый день с людьми контактирую. Добрий день. Яким я побачив вчера збори? Ну, по-перше, мене на ці збори взагалі ніхто не запрошував. Про нього в засобах масової інформації, жодної інформації я ніде не зустрічав. Я не знав, що ці збори відбудуться. Мене ніхто не запрошував. Про ці збори я узнав напередодні, ввечері від колишніх своїх однопарцівців, які повідомили, що якби на 18-й году планується цей захід. Тому я вирішив прийняти в ньому участь. Якщо таке дуже серйозне питання піднімається відкликання депутата, я хотів би знати саме, чому мене відкликають. Тобто ваші друзі, коли вам спілкували о збори, вони вже говорили, що буде питання вашого депутата? Так, так. Я зателефонував Денису Поліщику, у нього теж сама була інформація. І саме я йому вчора запропонував, давай таки зустрінемося разом і прийдемо на цю зустріч. Для того, щоб дати оцінку проведення цих зборів, я запросив безпосередньо своїх колег по депутатській регламентній комісії. Печориця Володимира Григоровича і Клименка Анатолія Юрьевича. На жаль, останній не зміг взяти участь, тому що був у відрядженні. Печориця Володимир Григорович з великим задоволенням погодився. Його сусідній округ знаходиться поруч, він активний член нашої комісії. І він прийняв участь. Зателефонував до мене іще один депутат Київської районної ради, Запара Володимир. Це член футбольної збірної депутатів міста Полтави. Теж сказав, зрій Палач, я тебе розривати не дам. І дві жительки селища Вороніна теж прийняли участь у цьому, щоб винести думку саме о цих людей. Не дві там було більше, але це один. Ні, я маю на увазі ті, які зі мною приїхали. Коли ми приїхали, ми вирішили приїхати заздалегідь, ми приїхали за вказаною адресою десь приблизно о 17 годині 15-17.20. Я побачив величезне скупчення людей. Я взагалі, якби у мене було враження останнє, я знаю, наскільки пасивно проводилися партійні збори, соціал-демократичні партії і якісь інші заходи. Ми взагалі, на відміну від інших політичних парків, взагалі якихось заходів по наведенню, по прибиранню міста, по свободніх, взагалі їх не було. А тут така величезна кількість людей. Люди прибували, люди йшли, стояла техніка, вдоль забору збиралась молодь, сумнівна, дехто в шортах, дехто був. Так, ну давайте не будемо їх оцінювати, вони такі, як є. Прийшли, як прийшли, хоча я це теж бачив. Я зустрів серед тих людей, які сюди підходили, декілька людей, ну, мабуть, не декілька, набагато більше людей, які мені знайомі. І я задавав їм питання. Скажіть, будь ласка, ви прийшли, з якою метою? Ви хочете мене відкликати як депутата Полтавської міської ради? Вони були шоковані. Ні, звісно. Нам сказали, що буде народний депутат Каплін. Я теж отакав. Нам сказали, що буде підніматися питання зниження тарифів на газ. Ми там двох бабушок іще зустріли, ті теж йшли, те саме говорили. Тобто я з чоловіками 10-15 переговорив, жоден чоловік не знав, з якого питання. Я підходив до молоді, яка зі мною, для яких я провожу спортивні змагання з футболу вже більше 20 років. І ця молодь, коли я до них підійшов, говорю, вони дійсно проживають на моєму виборчому округі. І я задав їм питання, ви дійсно хочете мене відкликати, можливо, у вас якісь є зауваження? Скажіть. Ні, Павлич, нас запросили сюди, а мета ваша? Ми не знаємо, ми зараз розберемося, нам зараз скажуть. Те, що відбувалося безпосередньо в самому холі під час реєстрації, мене теж дуже збентежило. Я взагалі не бачив такого ажіотажа, мабуть, вже давним-давно. Оцей хол був заповнений, люди стояли в черзі по 20-30 хвилин. Я попросив своїх і колег-депутатів, і двох жіночок із свого селища, щоб вони стали і слідкували за тим, як правильно здійснюється ця реєстрація. І з перших секунд було відразу помітно, що занервували ті, хто реєстрував, і той, хто організовує, той же Олександр Сергійович Шамота, той же самий Олександр Пісільов, збентеження певне. Нас розпочали жінок відштовхувати, не давати, фотографувати те, що відбувається, ці неправомірні дії. І, значить, нами було зафіксовано і на фотоапарат, і на відео, те, що декто реєструвався в суперець законодавству по посвідченню водія, по копії паспорта. Один чоловік мав в руках, коли ми підійшли, чотири паспорта. І ми йому задали питання, як це може бути, як ви реєструєте? А він каже, це для того, щоб тут не було просто звичайні черги, він, чотири чолика, стоїть на вулиці. Я тебе сміюсь, ви, извините, я пропонував зареєструватися по читательському квітку, я в бібліотеку хожу, у мене є читательський, і, в принципі, я мог зареєструватися, я просто це все на сміх перевел, але, дійсно, факт був такий, я, чесно кажучи, був удивлений, в шутку було ляпнуто, а було виспринято всерйоз, давайте, як-то, от, немножко, я просто, почему, ви довго розповіте, у мене вопрос, сразу же, ви живете на своєму округе, я правильно понимаю? Так, я проживаю в міському селищу Вару. Ви односельчан своїх там видели? Значить, з мого виборчого округу, куди входить приміське селище, «Червоний шлях», «Вороніна», «Рогізна» і «Поділ», а я все життя там проживаю, я третю каденцію депутат, я особисто спілкуюся з людьми, люди до мене звертаються, я майже 100% знаю, можу сказати, жителів «Рогізна», «Червоного шляху» і «Вороніна». Трошки гірше знаю частини «Подолу», звісно, да, то я звернув увагу, що в залі, крім моїх жінок, які приїхали зі мною, були ще два представника органу самоорганізації населення «Вороніна», дві жіночки, один був парень, якого я теж знаю, я з ним зустрівся в залі, говорю, ти теж, Толя, прийшов мене знімати, а мені сказали сюди прийти, говорю, у тебе якісь є запередні... Вон в паркі? Ну, він в складі селищного комітету. Ну, не в ваших парк? Ні, ні, ні. І він потім, його в залі не було, він розвернувся, він вийшов. І бачив лише одну єдину жіночку з «Червоного шляха». Більше там мешканців... А, і я забув, і оці чотири чи п'ять, ні, три чоловіка – це молодь із мікрорайону «Рогізна». А що ви увиділи, Денис, вчора? Ну, давайте так, первую часть уже Сергій Павлович как бы рассказав. Дальше, що на ваших глазах було? Я депутат Городського совєта Полищук Денис. Ізбирався по округу 41-й, 41-й округ – це мікрорайон Левада. Із свого округа я бачив всего лишь двох чоловік, і то вони являлись членами нашої партии. Один є депутатом районного совєта від партии СДП Зайцева. І це теща Сергія Тупикина, яка є членами Политрады області. Тобто це двох чоловіків, які були з моєго округу. Остальних я бачив, є ли тут лівачані, і на що відповідь не відповідав. Ну і то, більше того, я Тупикину, Тупикин Сергій проживає на Головка-10, на Головка-8. І я, навіть в його домі, він на 9-м етаже проживає, коли у нього текла крыша, він все знає, крыша була зроблена. В то время, коли він, навіть теща, є депутатом, він є інфантильним депутатом, як є. Я завжди судив строго депутата, тому що є дружи, є друзі, є приїти, є люди, які виконують свої об'язанності, в которых і вибирали люди. Що я вчера заметив? Заметив я вчера, так же само, як Сергій Павлович говорит, сплошні нарушення, які фотофіксувалися на телефон, на фотоаппаратах, де люди по ксерокопіям паспорта, а то і вообще без паспорта. А то, даже члены нашої, бывшої Сергія Павловича, приємных, записували дважды, наприклад, один чоловік приходив і дважды голосував за мене, за снятие моєї кандидатурі. Те же само, Сергій Павлович, по дважды записував. Це у мене, це все є, якби... Подождіть, ось ці бланки, які регіструвалися, в них що, вже підписувалися конкретно «за» чи «против»? Так, там було, значить, на одном бланке за відкликання депутата Полищука, на другом бланке за відкликання депутата Луценка. Людина підписувалася... Тобто, коли я регістрировався, я підписувався, я вже підписувався за то, щоб вас позвали ваше номер. От, написано, за збір... Це реєстр учасників зборів. Відкликання за ініціативу депутата Полищука ДВ, т.е. реєстра за відкликання ДВ. ДВ і наступний бланк... Ось, ДВ... Подождіть, це... Це інший... Щось не знайду... Смотрю, там два Полищука. І тут, і там Полищук, і там Полищук. Тут Полищук і тут Полищук. Та же самая фамилия. Одна і та же самая фамилия на двох бланках. Я видел, регистрировали каждую фамилию на обоих бланках. Нет, на одном бланке, если это Луценко, а на другом, это если Полищук. А если одна и та же фамилия, ваше, призвище, на двух бланках Полищука, то уже, естественно, я по-русски. Вы разумеете, дублю Ваня. Два бланка за Полищука, и здесь один человек заполняет, и здесь, и здесь. Вот такие вот нарушения были, фиксировались. Ну, после чего, на самом деле, это же самое. И я, Сергей Павлович, говорил, что невозможно, чтобы они собрали такое количество человек, потому что, по сути, субботники, какие-то мероприятия, которые в действительности делают для блага людей, в нашей партии больше 10 человек, 15 человек, больше никто не приходил. Здесь же подвозились люди, были люди из Полтава фармы, которые работают у прятка Валерия Григорьевича, официально работают. Люди, которые работают у Сергея Тупикина в аптеках, подвозились. Люди, которые пришли поглядеть на Сергея Николаевича Каплина, потому что он последний раз, он бывает не так часто, раз в полтора года или раз в год бывает. У нас, как бы, проблем много, народный депутат редко проезжает, они пришли посмотреть и пообщаться с Сергеем. Извините, попутный вопрос. После событий в арке Сергей Каплин был в Полтаве? Был или в Сергею? Он был в феврале месяце, а потом он приезжал... Это 5 апреля. Да, после вот этих наших событий, после сессии, это в червне месяце было. Ну, он официальный прием, он приводил в червне месяце, а до этого я не помню. А он пытался каким-то образом вникнуть в проблему арки? Где-то озвучивал, что-то говорил на эту тему? Мы не слышали. Дело в том, что сама арка, этот адрес находится в округе Сергея Каплина. Я почему спрашиваю? Я с первого дня задал, где депутат Верховной Рады. Я в соцсетях задавался этим вопросом. Либо люди не понимают, что я спрашиваю, либо им не знают, что меня хотят слышать. Я и спрашиваю. То есть вы не слышали этого? Нет, я не слышал. Все, извините, продолжаем по этому вопросу. После чего собрание произошло, на котором был затвержден регламент. Но как только начали голосовать по Сергею Павловичу Луценко, Сергей Павлович захотел слово сказать людям. Но уже проголосовали в этот момент. Но уже проголосовали. Я до этого не особо хотел... Мы узнали в этот день, который Сергей Павлович говорил. Мы не начались, фактически, до выставки. А давай пойдем. Я говорю, Сергей Павлович, особого, я тоже услышал, особого желания нет уйти. Потому что мы своим переломным каким-то словом не изменим у людей какое-то мнение. Они по-другому думают. Для них это не главное. Для них главное по-другому работать. Вы вот это сказали фразу, извините, я опять перерываю. Они по-другому думают. Сам процесс голосования, вот они там шесть раз, по-моему, вчера голосовали или семь, я не помню. Как вы оцениваете, они думали вообще? Ну, когда поднимали вот эти... Вы знаете, люди 80%... Я не хочу их обижать, оскорблять, ни в коем случае. Мне просто, понимаете, я вам скажу честно, я увидел сову. Мы с вами примерно одного возраста. Я окунулся в начало 80-х, конец 70-х. Одобрям. Одобрям. Общий одобрям. Я был в шоке, честно вам говорю. Я почему-то задаю такой вопрос, как вы думаете, они думали? Когда протокол уже заранее подготовленный, когда уже результаты известны. Вот это вчера была процедура. Никто не собирался, вот знаете, отзываю человека. Вот, вы этого человека никогда в глаза не видели. Вы не знаете о его работе. И вот этот человек, вот он стоит, вы готовы сейчас поднять руку. У него есть семья, у него есть работа. Если вы хотите отозвать этого человека, для этого надо хотя бы увидеть этого человека, услышать этого человека, узнать результаты. А вы знаете, вчера я немножко был удивлен. Ну, стою же уши вокруг, да? Слушаю, кто где что говорит. И как раз в момент обсуждения вашей именно кандидатуры я услышал в зале. Зараза, а как же ж, короче, пытались к вам каким-то образом подвести тему арки опять. А я стою и думаю, этот человек хоть каким боком сюда. Я был в шоке, понимаете? То есть люди лишь бы что-то городить. Я услышал такое вот. Ну, вы знаете, подъи навколо арки, это, с стороны нашей политической партии, это действительно спекуляция, чистой водой спекуляция. Я разглядывал, как глава депутатской комиссии... А вы озвучивали это свое мнение внутри партии? Я, вы знаете, все знают мою думку и Дениса, думку. Значит, я безпосередньо глава депутатской комиссии. У листопаде того року, наприкінці листопада, в мене навіть есть официальный протокол, мы проводили по этой арке, это был позов мешканца Гульмана до Полтавской міськой ради. Сорока информацию надавала по тому, что человек позывается стосовно этой арке. Я безпосередньо выезжал за местом, я спілкувался с людьми из всех подъездов, я услышал думку, люди сказали, что мы заперечиваем, чтобы в этом переходе что-то было. И подчас депутатской комиссии, я вам хочу сказать, я висловил свою позицию, я дякую всем членам депутатской комиссии, мы поддерживали полностью, полностью поддерживали жителей этого дома. Есть и протокол, и жители сами это подтвердят. Сейчас то, что происходит, это чисто в воде спекуляция на этих событиях. В тот вечер... Стоп! Это отдельная тема разоговора. Я могу сказать, когда было месяц назад, меня пригласили на политраду города Полтава, сначала была политрада города, на который меня пригласили. Я на нее пришел. Пришел, как бы я слышал, уже где-то догадки у меня были, что пару депутатов районной рады, которые не дотянули пару 60 голосов, хотят зайти вместо Сергея Павловича и, соответственно, вместо меня. И они спекулируют аркой. И, зная ситуацию, они мне начали задавать вопросы. Они являются и членами политрады города, задали мне вопросы по поводу арки. Я, как и вчера, так и тогда, я это все высказал. Так кто хотел, это знает, что там первый раз голосовали. Первый раз, первый раз, ну, возможно, мы постоянно задаем этот вопрос. Первый раз, и это знают и Свободы, и Самопощь, просто они это притаивают. Там Свободовцев трое, по-моему, не голосовало по каким-то причинам. Там кого-то не было, кто-то против, была позиция значения. Первый раз социал-демократическая партия, по-моему, тогда еще была эта партия простых людей. Голосовала за эту арку. В том числе и Сергей Павлович, и я голосовал, и Шамота. И Шамота голосовал, и полностью вся фракция проголосовала за эту арку. Потому что, как бы, никто тогда не приходил. И никто не придавал значения, не задумывался, что будет дальше. Второй раз, когда этот вопрос возник, Ямщиков, депутат Городского совета от Свободы, вынес, чтобы этот вопрос вид окремит, вид общего списка. Потому что там в общем списке было около 40-49 земельных вопросов. Мы проголосовали, поддержали эту пропозицию Ямщикова. Единогласно наша фракция поддержала. Как и в принципе, и в целом потом тоже мы поддержали. В третьем голосовании, которое на третье это было, то есть это было разбито поэтапно. Но во втором уже и люди пришли, и активисты пришли, которые мы, конечно же, против голосовали. И поддержали эту позицию Ямщикова, и против арки голосовали. Мы все голосовали. В третьем, на третьей сессии, которая уже была через кварталы, вопрос был где-то в порядке 48-й или 46-й был вопрос. Был земельный вопрос про расподил земельных делянок. Вопрос про расподил земельных делянок. Вопрос у нас звучал, когда у нас проходит заседание фракции. Я просто примерно говорю, у нас есть список. Я его покажу. Список есть? А, у вас есть. Да, да, я, конечно, я шел сюда. И вчера же это людям показывал. Я покажу. Так, образно. Я вот в порядке единый. Это распоряжение мисковоловой. Как дружная фракция, всегда вот обговариваем. То есть мы являемся... Я поревью Дениса, я в порядке. У нас пять депутатов. Я это хотел сказать. Да, я выборчаю. Пять депутатов, и каждый депутат является в какой-то комиссии. Сергей Павлович является в комиссии регламента. Ну, там, правопорядку, там, длинное название. Я являюсь в комиссии архитектуры, будувания и разведку туристов, туризма и та инфраструктуры. Ярослав Мортонюк является депутатом в комиссию, которая входит в земельные. В Шамото входит в бюджетную комиссию. Равномерно пытаются. Ну, и то есть, когда у нас начинает заседание фракции, мы вот обговариваем по каждой вопросу. И мы отмечаем. Плюс, 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 плюс. Наверняка и минус найдется. Да, и минусы где-то и утрымались. Мы, как фракции, голосуем, как всегда, единоголосно. Если какие-то вопросы возникают, например, как на прошлой сессии по поводу бюджета, мы доказываем, потому что там были определенные вопросы. Но это мы отходим от этого. И, в общем, вот на сессии у нас стоит вопрос плюс. Когда проходит 46-й вопрос, а это, вы знаете, это часа через два заседания, отсутствует половина партии Свободы. Юлиана нету, никого нету. Там осталось два человека от Санойда. Какого-то на голосовании это есть? Есть, там, с нашей фракции осталось три человека. Я, Сергей Павлович, Шамото нету, ушел. Он, может быть, покушать или еще поговорить с кем-то по телефону. То есть из-за всей оппозиции, которая там была тогда, 15-14 человек, у нас осталось где-то с оппозиции оппозиционных депутатов человек 8. Ну, а самопомощь, как всегда. А Кипнюк, он на полсессии сидит, 2-3 человека там, в принципе, до полсессии не досиживают. Вот. И 46 вопрос про распредел земельных делянок. И как вы думаете, как можно голосовать, если мы вопрос, это никто с нами не узгоджен, мешканців из арки немае? Не было. Вообще нету. Ніхто не пришел из мешканцей арки, чтобы поддержали, не поддержали. Я депутат комісії Благоустрія Сергея Павловича Регланова. Мы разглядаем земельное питание. Голова фракції. У нас плюс стоит. Мы голосуем, как фракция голосует. Все, плюс-плюс прошел. Ну, и это уже третий вопрос, в котором уже распредел земельных делянок. То есть два основных вопроса, самых важных. Первый, который мы проголосовали за эту арку. Второй, который мы против этой арки, растерялись. И ни туда, ни сюда. Потому что люди же пришли. Третий вопрос получился так, что головы фракции нету. Заступника у нас тоже нету. И он идет как бы пытанием, и дальше идет вопрос. Просто вопрос спекуляции, вопрос манипуляции, это уже другой вопрос. Но он никак, этот вопрос не относится к обязанностям депутатам, которым они нас хотят снять с должности с депутатами. Извините, параллельный вопрос. Вы показывали вот список героев в ваших документах. Вы не против? Пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, вы ставите плюсики, когда обговариваете внутри партийная ячейка, обговаривают вопросы и ставите плюсики. Скажите, а если вы против этого? Ну, например, пункт. Расстрелять Демидовича, фракция принимает решение расстрелять. А вот лично вы против. Что делать в этой ситуации? Ну, вот, например, на прошлой сессии случился такой вопрос, как голосовать за перерасподел бюджетных костей. Каждый квартал Мискарадова принимает пытание про распределение денег. То есть надход же не есть, поступает, их нужно распределять. Ну, позиция главы фракции говорит, мы против. Я говорю, Шамота. Говорю, Саша, как может мы будем против, если я, как депутат, внес сюда свои старания, чтобы было выделено 1,7 миллиона гривен на ремонт детских площадок по всему городу. Как я могу голосовать против того, что я принимаю? Ну, ты понимаешь, они и без тебя. Это вот ответ. Понимаешь, они и без тебя. Это прокатит. Говорит, возможно, оно прокатит. Но как мне смотреть матерям, активистам, которым этим заботятся? Я так подозреваю, с вами это произошло, да? Там вы что, где-то тоже проголосовали не так? Именно по вот этой арке? Не, я вообще. Арку вообще... Вот, так, не, ну, да, да. Закрою вопросы. И, как бы, мы долго сражали. Сергей Павлович меня поддержал. Мартолюк тоже поддержал. И в этом случае, это один из единственных случаев, в которых мы смогли переломать. Полтора часа. Полтора часа. Потому что мы сначала вот это сказали... Шести вечера до полдесята мы обговоривали кожные пытания. А потом обратно вернулись, потому что это был переломный момент. Потому что принятие бюджета, вот, принятие бюджета, вот, это вот, это как бы очень... Ну, вы акцентируете просто внимание. То есть, либо вы убеждаете лидера в том, что надо делать по-другому, либо соглашаетесь с ним. У вас по-другому. Моя позиция... Лидер однозначно сказал, мы голосуем против. Против. Да. Мы вдвоёх, Денис, свои аргументы вносит. Просто бывают моменты такие, что лидеры говорят вот так, а я говорю, нет, ну это не по-моему. Ну, ну, как бы моё мнение, если ты против бюджета, если кто-то против бюджета, давайте посмотрим, что в бюджете заложено. В принципе, мы можем принять этот бюджет, но если тебе не нравится какая-то программа, например, турбота или ещё чего-то, ревероспределение, мы голосуем против этой программы. Там же ж есть видок кремления, там, то есть есть, можно по определённым программам, например, там, вынесение измен до показников, там, например, там, процентные ставки по строительным компаниям, которые... Голосуй против, это же тоже в бюджете есть. Голосуй, чтобы за увеличение, если против. Если тебе не нравится, там, программа турбота, голосуй против... Кажется, увёл в сторону весь розовод. Да, да, увёл, увёл, увёл. Давайте мы сейчас поговорим всё-таки о том, что произошло и что будет дальше. Примерно мы поняли, да, о том, что происходило на собрании. Мне сейчас интересно, ну, вы изучали этот вопрос, с юридической, в том числе, стороны, что будет дальше происходить? Вчера были созданы два комитета, да, или как они называются? Ну, створена инициативная группа в складе 50-й человек. У вас более 7 тысяч избирателей, у вас, я не помню, сколько... Нет, 7,5 тысяч. 4, где-то 4-800. Что эти две инициативные группы сегодня начинать должны делать? Они должны, как бы, мне сама тоже процедура непонятная, они должны быть 300 человек, вот эти 300 человек проголосовали, вот, и за меня, и за Сергея Павловича, то есть, одни и те же самые люди. И получается 1700 подписей, даже и на меня, и на Сергея Павловича. Как-то вот неправильно, вот согласны? Ну, как мы можем обойти? Я не знаю. Я считаю, что в дальнейшем будет просто беспредел. Ну, других мне слов нету, незаконие и беспредел. Вы какие-то, собираетесь шаги совершать? Ну, все-таки, или, ну, вы вчера сказали, что будете воевать до последнего, скрываться не собираетесь. Я, вы знаете, до меня сегодня звернули журналісти Кола, и я сказал наступное, и вчера, вы видели, когда я выступал перед людьми, я сказал, я витянула это посвящение. У меня это уже третье посвящение. Это посвящение не моё, власне. Это посвящение, за которое проголосовали мои выборцы. Это не мой мандат, это мандат моего выборчого округа. Будь-яка людина, громада моего выборчого округа деглаговала меня у міську раду для работы. Я представляю интересы своего выборчого округа, я приймаю громадян, я працюю, я хожу на сессии, на все. Если громада планирует меня откликать, это ее право, но нужно это делать в юридическом поле. По закону. По закону, верно. Для этого должны быть аргументы и за, и против. Повинні почути думку цієї людини, кого вы откликаете. Что мы вчера бачили, когда тебе не дают слово. Когда не запрошивают жителей, когда не вивчают думку. Я думаю, что когда мне вчера дали 5 хвилин, или немного меньше, на выступ, и когда уже с первых хвилин начали криковать, все, достаточно нам не цікаво слушать. Я понял, что людям и мой выступ ни на что не вплине. То есть люди уже запрограмованы на то, чтобы откликать и меня, и моего коллега депутата. Оцей невеличкий звит на четырех страницах, это то, что было сделано за два этих двух лет. Я вчера хотел донести хотя бы те главные, но, на жаль, люди не хотели этого чути. Они не хотели этого чути, понимаете? И сейчас начали эту процедуру. Начали с чего? Уже с певных порушений. Вы понимаете, когда четыре паспорта, когда люди не знали про что, то засоби массовой информации не озвучили. А, возможно, пришло б завтра, вчера, набагато больше людей из моего выборчого округа. Могли б мою родину прийти, батьки мои, мои выборцы. Те люди, которым я допомогу, те саме у Дениса могли прийти. И их набагато было больше, а не ж тих 300-400 человек, которые собралися. И скажи, будь ласка, а какой бы тогда был бы результат голосования? Что самое интересное, что Сергей Павлович один из тех, кто попал все-таки мне под раздачу. Я редко кого критикую, но Сергей Павлович с год тому назад таких критиковал. Ну, было, да, было. И это скрывать нечего. Но, тем не менее, я могу и сегодня Дениса критиковать, но должно быть все в рамках закона. И что дальше? Вот это вы пытались с юристами общаться. Как они планируют? Все-таки какие-то шаги же после вчерашнего собрания должны совершаться. Сбор подписей, насколько я знаю, это не такой простой процесс. Это надо приходить к людям. Тем более, как я вчера услышал, надо номер паспорта и т.д. Если, например, ко мне домой такой человек позвонит, независимо от того, вам или вам скажут, подпиши под это самое. Я скажу честно, я пошлю к монахам, потому что я пришел с работы отдыхать домой. Ну, смотрите, как они это сделают? Ну, мы все это видели, как происходило вчера, по 4-5 паспортов. То есть, как бы, собрать подписи для них, получается, ну, не составит их... Подождите, но подписи же должны быть с ваших округов. Нет. Не обязательно? Нет. Ну, закон так предмочает, что партия наша шла в богатомандатном округе. Это богатомандатный округ, это 42 округа. То есть, они будут собирать, где не попыть? Да, ну, вот закон так гласит, да. Они могут поехать там... Ну, поехать киевские, брейлки, везде. Вот поэтому вчера так собрание и происходило, что там абсолютно... Конечно. А ви вчера бачили не одного человека армянской диаспори. Ви, мабуть, на це звернули увагу. Скажите, будь ласка, в нас дуже рідко... Я дуже з величезною повагою до цих людей відношуся. От, багато з них стали громадянами України. Але, на жаль, жодна людина армянской национальности до меня не зверталася, взагалі, як депутата, за тим чи іншим питанием. І як зараз мене людина може відкликати? Я цього не розумію. Мабуть, і до Нениса вони не зверталися. Ну, вони могут, да, дійсвітельно, собирать подписи і в Ончинцах, і в Гажулах собирать подписи, і в других районах Полтави. Что для этого надо? Они поставят палатки, поставят палатки на остановках. І будут клеветать на Сергея Павловича, на меня будут клеветать, що, мол, не проводили встречи, не звертувалися перед мешканцями міста. Люди на слово будуть верити. Люди на слово будуть верити. І вони кажуть, поставьте за це, поставьте за це. Це буде цілося, щоб вот так відбувалися. 300-400 підписи, ми вже бачили, що в них воно є на сьогоднішній день. Тобто завтра автоматично вони просто перепишуть в нові бланки. В нові бланки вони перепишуть ці дані. Тобто 400 підписів є. І що буде? Ну, суть вопросу в тому, що, як це все буде виглядати? Що вони будуть людям говорити? За що вони, от, наприклад, меню, Сергею Павловичу? За те, що це не звіт? Що Сергею Павловичу, що я звітувався везде. Ми проводили і встречи, і на кругах. І звітування перед мешканцями, звітування перед партією проводили. Так, обов'язковий звіт був, ми подавали його. Що Сергею Павловичу по 4 звіта на рік. Він вже провів про звіта. Що в мене? А може і більше. Ми постійно проводимо звітування. Тобто, вчора, головна фракції СДП просто кліветала. А за таку клівету, получается, он, вот этих людей, которые не знали, зачем они вообще туда пришли, он им ще і обманул. Вот, смотрите, вот это вот те люди, которые не... Так, як це назвати? То есть, получается, он... Я расстроен дуже сильно, особливо по поводу вас, Сергею Павловичу, я честно говорю, я не знаю тут оку, я там дуже редко буваю. Последній раз, года полтора там був, в лучшем случае. Да, точно, в тоннелях я там снимав мусор. Це два роки тому назад даже. Ну, немає мусора. Слава Богу. Ну, Дениса я часто встречав на чужих округах. Говорю, як є, не на своєм, я не живу на Ливані, я тоже там редко буваю. На Алмазном видел, везде видел. І тут вот такая эпопея. Ну, по моей оцінці, на данный момент поліщу, не обіжайтеся. Наверное, один із самых эффективних депутатів Городського совета. Честно говоря, для мене цей человек уникален. Я видел, говорили, що він як би оттягує на себе бюджетні средства. Він не на себе оттягує, він їх просто направляє туди, де депутат нічого не робить. Якщо депутат там не робить, я на встречах у Дениса неоднократно спрашивав людей. Ви знаєте, хто у вас депутат? Нет, ми не знаємо. Ми обратились до поліщу, він работает. То есть люди довольно часто сталкиваются з тим, що у них вроде є депутат, а вроде і немає. І на це місце приходив Поліщук і те ж саме бюджетні средства направлял не на свою, а на сосідній. То есть в цьому нічого плохого немає. Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Именно вот це. Це війна, ну, війна. Есть термін, да, можливо, така війна. А це інакше не назовеш? Я б іншим називався, назвався б свінством. Назвав би це просто... Я б назвав би одним словом. Це рейдерський захват или отжимання депутатського мандата. Люди, які планують зайти в міську раду, є ініціаторами. А з какой целью вони хочуть зайти? Ну, ви знаєте, у мене немає взагалі бізнеса. Взагалі бізнеса немає. Я жодної копійки, як депутат... Ви це вчора казали. Так, жодної копійки я не отримав. Я звичайна людина. І, ви знаєте, в мене ніякої немає зацікавленості, крім роботи на своєму окрузі. Я, до речі, депутат за двома округами закритим. Я знаю. Це 13,5 тисяч виборців. І те, що зараз відбувається, це лише можна назвати грязю. Як голова регламентної комісії скажу чітко. В законі України чітко прописано. Чотири підстави відкликання депутата місцевих рад. Під жодне пункт, ні я, ні Денис, ми не підпадаємо. Чому? Ми стовідсотково приходимо на депутатські комісії, ми стовідсотково на депутатських сесіях, ми працюємо в окрузі, ми приймаємо громадян і рішення суду про те, що ми є злочинцями, не підтверджено. Тобто, в принципі, я правильно розумію, хтось ініціював це все мероприятие з цією занять депутатську суду, на яких сидіти на сьогоднішній момент. Ви отримаєте ці мандати. Я вибачаюся, ви даже подивіться по мені історії. Спочатку було, що Луценко не витримав партійну дисципліну, потім про те, що Луценко не підтримав проект рішення. І лише через два місяця, навіть через три вже місяці, вчора я вперше узнав, що я не прозвітував за півріччя. Це людям вчора на загал вимісти. А закон України, стаття 16, закон України про статус депутатів місцевих рах, там чітко прописано, що депутат місцевої ради повинен звітувати не рідше, ніж один раз на рік. Якщо Шамота заявляє, що ми не звітували, чому ж ти раніше про це не говорив? Чому ти вчора це говорив? Чому? Я ж був членом твоєї фракції. А де ти? Ти голосував чи ні? А Шамота звітував? Я не помню, чесно говоря, не знаю. Можете проверити. Ну, понимаете, коли обвинять одного чоловіка в тому, що він не робив і не знаходить причин, мені як чоловік, який прийшов працювати як депутат, не як політику, я тут вже багато разів говорив, я ізначально прийшов сюди працювати як депутат, я зараз залишаюся депутатом. Не як політик, а як депутат. Я працюю, працю, працю. Ви як депутат працювати, але ви столкнулись з політикой, ви обоє столкнулись з політикой, ви це чуваєте? Ми столкнулись з... Ну, я столкнулись з... Це політика. Ну, з грязю. Так це політика. Це просто пітається мене поставити в якій-то там рамці, щоб... Ви саме головне, я зрозумію, що саме головне, це не робота депутата для них, це робота з флагом, робота з лозунгами, робота з піаром. Глядя на інших депутатів, які там районних рад... Районних рад, які навіть за два роки не провели ні одного депутата. Це встреча з выборцами у себе в приємні. Що один чоловік, що інший чоловік, який є навіть членами палітрата. Вони не провели ні одного приєму. В приємні це все написано, записано, що люди не являться, не сполняють свої об'язанності. А скажіть, Денис, як ви думаєте, ці люди, і ви, Сергій Павлович, як ви думаєте, ці люди, які рейдерством, по вашим словам, вони розуміють, що якщо все в них вийде, то з ними може произойти те ж саме, що с вами сьогодні з вами, якщо вони будуть в чому-то неугодні? На цей момент вони не розуміють. Для них найголовніше, що це вийде. Це вийде, це вийде. Це вийде. Це вийде. Це вийде. Є шанс зайти на роботи інших депутатів. Неважно, як. Неважно, вони навіть не думають, що це можливо, і їх коснеться. Возможно, їм скажуть, ай-яй-яй. Ти ж помнишь? Я чому задавив запрос. Цей механізм на сьогоднішній момент, як я вижу, мониторився. Ви правильно сказали, але я по-другому. Неважно. По всій Україні це все происходить щепки. Все время хтось пробує когось лишити мандата. Еще нигде не лишили, по-моєму. І вот проба, проба, і дело вже не стоїть в Луценко чи Полищукі. А дело стоїть в принципі. Вони просто хочуть, хтось сверху хоче отполіровати систему на депутатів містного значення, то есть городських районів. То есть, если у них получится с вами это сделать, механізм буде отполірован, і тоді по всій Україні начнется у депутатів проблема. Независимо от партийного принадлежності, на них уже буде рычаг влияния. То есть, в Полтаві сделали тын-тын-тын поэтапово. Я вчера видел на этом собрании депутатов ряда других партий. Они пришли не потому, что поддержать или стать против Полищука или Луценко. Они пришли изучать то, что происходит. Буквально недавно, с месяц тому назад, по-моему, в Карловке происходило подобное. И опять там полтавчане были. Они не инициаторами, не инициаторами были, не важно. Но они наблюдали за ситуацией. Но вчера приняли голосование участь. Ну да. Вчера приняли голосование. То есть, понимаете, я почему? Я не хочу вас успокаивать, потому что почему я сказал война? Да, это война. Потому что это очень грязное дело, которое происходит. И вы просто, оно вокруг вас. На сегодняшний момент вы вдвоем стоите против целой организации. Вы стоите, вы не выстоите, я не знаю. Предсказывать очень проблемно. Все, конечно, очень много будет зависеть от каждого из вас лично. Мне, я очень расстроен. Я не люблю такого грязи. Я люблю, если человек не прав, приди, скажи ему, обоснуй, докажи. И человек, если он действительно не прав, и я внятно донес информацию, человек должен признать это. Если он не признал, значит два фактора. Либо я не прав, либо я не внятно донес. И это уже становится моя проблемой. Но вчера ни вы, ни вы не признали того, что вы не правы. И на глазах у четырех сотен людей, я вам скажу честно, я был в шоке. Вот это всеобщий одобрямс, когда лидер махнул рукой, все сели. Лидер сказал, все подняли руку. Я не понимаю, я не знаю, что это. Мне тяжело говорить. Но это ненормально. И до тех пор, пока это будет происходить, в нашей стране вряд ли что-то будет меняться лучше. Ничего не поменяется. Это действительно, вы знаете, поменялось вчерашнее собрание. Просто все. Вот вы понимаете, можно было выступать. Вот я думал, что можно было людям сказать, чтобы они поверили и изменили. Они не хотели. Они не хотели. Они были уже направлены на это. Я не знаю, говорили им до того, не говорили. Я слышал, что некоторым людям из этих финансовой стороны вопроса слушаешь, да. Я не вникал. Я не хочу этого знать. Я видел внешнюю сторону того, что происходило. Я не лез туда, как там регистрировались. Я не допрашивал людей, что они туда пришли. Мне это не интересно было, потому что... Ну, другие журналисты были, они делали свою работу. Я стоял в стороне и наблюдал за всем. Это жуть. Этого нельзя, конечно, допускать. Но, к сожалению, это не просто допущено. Это организовано было определенной политической силой. И вчера, я вам скажу, если меня в силу моего возраста часто СОЛКОМ называют. Ну, то, что я вчера увидел, вы меня извините, фамилию Каплин, наверное, вчера чаще прозвучало, чем в свое время на съездах фамилия Ленин. Кличка Ленин была названа. Потому что Каплин, Каплин. Все было благодаря Каплину, все благодаря Каплин. Может быть, но это уже как-то нехорошо так озвучивать. Тот же самый Каплин, те, кто вчера его пиарил и поднимал, его рейтинг, тот же самый Каплин и об них вытрет ноги. Это будет не так долго этого жгать. Имеете что-то еще сказать на прощание? Да, Александр, я хочу сказать, вы затронули методы, как вот эта война идет. Я вам скажу так, партия идет по трупам. Нельзя говорить так, что все депутаты, партийцы... Очень много порядочных людей. Да, очень много порядочных людей. Как приклад, я могу навести то, что депутат Шевченковской районной ради, я не буду називати навмисно его прозвище, не буду навмисно. Значит, ну, вы можете поцикавитись узнать. Значит, когда его змушали начать сбор подписей и против Дениса, и против меня, он со мной встретился и сказал, Сергей Павлович, я хочу узнать, в чём суд, чём вас откликают? Мы поедем и сказали, что лучший ответ даст мой выбор. И мы с ним поехали на моё селище Воронина. Он общался с людьми. Он общался с людьми, которые за меня голосовали, которые просто живут. Он остановился скрізь и просил, чтобы остановиться тут. Я с человеком общался. И люди говорили чётко. Мы голосовали не за Каплина, мы голосовали за Луценко. Да, возможно, десь не всё Луценко сделали, но он доступен. До него всегда можно дойти. Оцю дорогу він нам допоміг зробити. Ми сподіваємось завжди на його допомогу. Після цього я запросив цього депутата до себе в будинок. І показав, в яких умовах я проживу. Який в мене будинок, що в мене в холодильнику. Людина з цим всим ознайомилась. Ви знаєте, наскільки людина вийшла якась після цього всього вражена. І після того у нас розмови не було. І будучи на відпочинку, я прочитав у Фейсбуке про те, що Шамота написав, що ця людина, цей депутат, поступила чесно, написала заяву про вихід із партії і склала депутатський мандат. Ви розумієте? Людина, яка перемогла, яка не захотіла виконувати доручення, оце грязне, сама це зробила. І навіть не подзвонила, не сказала ні Денису, ні мені. Не було ж тобі дзвонка ніякого. Я до нього зателефонував і задав одне питання. Кажу, скажи мені, будь ласка, було все-таки причиною те, що ти у мене побував на моєму охозі. Він сказав, ну це можливо десь одна із останніх уже крапель. Я замучився виконувати, оце мені отак ти повинен зробити, ти отак і ніяк інакше. Мою думку ніхто не вислуховував. Скажу другий приклад. Людина, знову ж прізвища не буду називати, людина, яка працювала у приймальні капліна, працювала юристом, дуже довгий період. Потім цю людину звільнили з приймальні. Але бачили, що треба розпочинати процедуру збору підписів. Цю людину запросили у перших числах серпня місяця, запросили у шахово-шашечний клуб на одній із зборів. Коли людина підійшла туди, працівник приймальні капліна підійшов до нього з таким питанням, чому ти сюди прийшов, хто тебе сюди запрошує. Він сказав, мене запросив сюди шамута. Ти вже, хоч ти не голосуєш за Поліщука, ти не збираєш підписи за Луценка. От я проти Луценка 14 голосів зібрав і почав його штовхати. Цей юрист каже, що ти робиш, як ти можеш таке зробити. Він його штовхає і людина падає на бордюр і ламає ліву руку в зап'ясті. Сергій Павлович, ви розумієте, що я взагалі зрозумів, о ком річ. Так, так. Я це говорю, тому що заведена кримінальна справа. Бачили цю подію? Я не бачив цю подію. Я навмисно не називаю прізвища. Я думаю, що це огласки общественності буде доведено. Відкрита кримінальна справа. Планується передача її в суд на розгляд. Все це бачили депутати і районних рад, і бачили ті члени партії. Навіть більше того намагалися розборонити. Але, на жаль, коли людина подала заяву у поліцію, лише один депутат міської ради, знову ж не буду говорити прізвища. Я думаю, він наступний буде, мабуть, після нас, і на якого начнутся всі витиски. Чи витиски, вибачайся. Пішов свідчити, що він був свідком цих подій. Решта всі відвернулися взагалі. Розумієте, продовжу тему депутатів. Депутат Київської районної ради відмовився категорично збирати підписи. Сказала, я не хочу, коли мене змушую. Я людей цих поважаю, вони мені допомагали багато. І я згодна теж склад положити в партійний квиток, для того, щоб не приймати в цьому участь. Тобто людей достатньо. Наші колишні, ну я не був членом партії, Денис був членом партії, але я говорю, наші колишні партійці вчора підходили і віталися, і все. І опускали від сорому очі. Просто опускали від сорому очі. Розумієте, ця ситуація дійсно вона така для міста Полтави неординарна. Таких взагалі відкликань не було. Не дуже приємно, коли про тебе людина, я ж таки пропрацював попередньо, був депутатом двох скликань, 2002-2006, 2006-2010 і сім років головою селищного комітету Вороніна. Я працював у Ленінській районній раді в управлінні праці соцзахисту. Мене дуже багато людей знає. Мене ніколи в житті громада не відкликала. Громада ніколи не говорила, що я погано працюю. Ви знаєте, для мене завжди було наступним оцінку дає громада за твою роботу. Ви знаєте, для мене, як для депутата, було дуже просто перемахти, коли я був перший раз депутатом. Набагато складніше завжди перемахти другий і третій раз. Тому що люди розуміють, де популізм і де людина, якщо працює. Можна одарити людину один раз і стати депутатом, але вже другий і третій раз того неможливо зробити. Ви знаєте, люди проголосували за мене, люди сподіваються на мою роботу. І зараз, коли мене називають зрадником, я на своєму окрузі зайняв друге місце. Перше місце зайняв Синягівський Тарас від Свободи. І я зайняв друге місце, трошки йому програв. Я переміг на своєму селищі Вороняна, на Червоному переміг, але програм на Подолі, на Регізне. І за мною закрепили вільний округ у Київському районі. Скажіть, будь ласка, якщо моя виборча програма була побудована на проблемах Червоного шляху, Регізне, Вороняне, де їх найбільше? Це суви, це підтоплення, це стан доріг. Мав я право, людина, яка стала лише завдячуючи цим людям, зрадити і піти на той округ, де проблем таких немає взагалі. Тобто, от ви знаєте, якщо так проаналізувати кількість звернень, то десь відсотків 80 йде від округу, де я переміг. І лише 20 відсотків від того округу, який знаходиться в Київському районі. Там засфальтовані дороги, там немає сувів, там немає підтоплень, там транспорт ходить нормально. Вороняна, Червоний шлях, Реїзне, це найбільший округ 7,5 тисяч. По території найбільше, найбільше там проблем. Взагалі, люди йдуть кожен день з якоюсь певною проблемою. Я їх зрадив? Ні. Я звернувся до Тараса і попросив, Тарас, дозволь мені теж бути паралельно закріплений за цим округом, хоча ти переможець. Я звернувся до депутатів на регламентній комісії, і мені дозволили, і я закріплений за двома округами. От тут, мабуть, доречно було б сказати громаді, зрадник чи не зрадник, а не партії. Не дотримувався партійної дисципліни. Я не був членом партії, але я приймав участь в усіх, майже в усіх заходах, коли я був вільний. Я не був на з'їзді партії у 21 січня. Всі пам'ятають, коли в місті Полтаві 50 чи 70 випало сантиметрів снігу. І я 6 днів у складі часової комісії по ліквідації надзвичайного стану, коли сніг випав, я працював у складі цієї комісії. Від кожної фракції було б одному депутату. Шість ночей. Це не цю зиму, а тут. Минулу зиму, так. 19-го, 20-го, 20-го. Всі, коли пропіарилися. Ну, всі пропіарилися, то на тракторі пропіарився. А мене люди бачили на серпантині. З 8-ї години вечора до 6-ї години ранку. І з фонариком бігав по серпантину, щоб ніхто не попав під транспорт. Ми зранку в 6-ї годині, я зателефонував. Ви знаєте, я був шокований, коли Олександр Сергійович Шамота мені дзвонив з автобуса. Всі їдуть на з'їзд і кажуть, Сергій Павлович, ми тобою гордимось. Ти від парті чистий сніг, ти молодець. На з'їзді Сергій Миколаївич озвучить. Тоді, коли мамай, до такого стану довів місто. Луценко, член нашої команди, чистить сніг уже третій день. Ви знаєте, у мене якесь таке піднесення було. Мені так це було приємно. Я думаю, от ви щас говорите і говорите, у вас все-таки біда є. Я вам зараз поясню, чому далі. І на наступний чи через день зустрічаємося ми з Шамотою. І Шамота мені говорить, Сергій Павлович, ви повинні написати заяву, ой, не заяву, а пояснювальну записку про те, що ви не були на з'їзді. Я був шокований. Чому? Та тому, що зібралася невелика кількість людей, багато не поїхало. Тому що ж погодні умови такі ж були. Не кожен мог з міста добратися до автобуса. Ось там райони ж по дорогі підхвачували. Ти повинні написати пояснювальну записку. А ви написали? Ні. А чого? Ну правду написав би. Був на чистку міста. Ви знаєте, треба трошки себе поважати. І, ви знаєте, я спочатку не повірив взагалі, що людина це серйозно говорить. Я думав, що це шутка. А коли він повторно, а потім і третій раз за телефон. Тобто, коли він шутить, в принципі це серйозно? Я правильно розумію? Ну я розумію, знаєте, якщо людина отак от шість днів не спала, працювала на своєм окрозі. Ні, я маю віду шамота, коли шутить. Це треба розпринимати всерйозно? Ну я не знаю. Це запитання йому задайте. Мені в той момент було, повірте на слові, недошуток, мабуть. І я, як людина, яка поважає себе, я, звісно, маю свою думку. Я, звісно, такого писати не буду, тому що це просто дурниця. Якщо партія тебе делегує цю комісію, якщо ти в ній працюєш, якщо ви піаритеся на тому, що Луценко це зробив, а зараз ти приїжджаєш із теплого автобуса, із теплого приміщення з'їзду, і вимагаєш від людини, яка з 8-го вечора до 6-го ранку на вулиці мінус 18 градусів чистила сніг, ти вимагаєш написати пояснення. От ви посміхаєтесь. От так само, мабуть, і мені потрібно було посміхатися. Благодаря многим факторам я свободна личність, тому мені ніхто не говорить написати, крім моей Лізи. Денис, у вас що є сказати? Ну, я Сергія Павловича підтримую, в цьому теж підтримую. До недавнього часу всі наші лідери партии, СДП, начинай з Сергія Николаївича Капліна, Шамоти, Прятка, всі мною горділись. Може, який депутат у нас, який депутат, який працює. Да, це наша гордість. Говорил Прятко другим депутатам від інших фракцій. Так, це правда. Так, 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 так. Іноді там Шамота підшуще, ну ти там, хоч СДП черкані. Сергій Николаївич вообще мені предлагав і говорив, що я хочу тобі видіти в Верховній Раді. Ти один із єдиних депутатів, який працює. Я заступник нового губернатора должен был стать. Т.е. було багато похвалу, багато приятних слов. Це було сказано лично. Ми, в принципі, це все слухали і часто слухали об цьому. Ну, як от любви до ненависти, да, один шаг. Я не можу зрозуміти, що стало той... Камнем, камнем. Камнем, да. Камнем преткновения между мной і партиєю. А я знаю, що стало. Стала просто самодурість трьох депутатів, двох депутатів і одного активіста. Одного у нас сейчас голови Київської районаради. Самодурість, которая... Організація. Організація. Трех депутатів, які заколотили... Може, це такий заколот. Заколотили, подговорили, убедили, сказали. Ведь не ми, Сергеем Павловичем, начали, как бы, раскалывать партию. Начали раскалывать просто-напросто три человека в этой партии. Благодаря трем этим человекам и сыпется, и будет дальше сыпаться партия СДП. Сказать, что эти люди что-то сделали для города? Нет. Один тринадцать лет депутатам. За тринадцать лет депутатам он ничего не сделал. Вообще ничего не сделал. Более того, он мне просил, чтобы я ему в родном доме делал крышу. Способствовал ремонту крыши. А другому депутату я родительский дом крышу сделал. Трубы сделал. А третий просто... Глава... Київской партийной организации. Кислов. Так он вообще, как бы, шел на выборы самонадеянно, был уверен в том, что он победит. Он даже особо и не напрягался. Он говорил, я звезда, меня все знают, я буду победителем. В итоге человек восьми процентов не набрал. Рейтинг партий восемь процентов. Восемь процентов вот это вот рейтинг партий, которые, если не работаешь, восемь процентов на тот момент нами всеми, не только там мной там был наработан Сергея Павловича, мы все работали на эти восемь процентов. Кто-то не доработал, и это есть ошибки, это мы все знаем, могли бы больше набрать бы. Некоторые послезали. Если бы работали. Если бы то же самое Кислов был бы не уверен, что он звезда футбола. Его все знают. Шевченко, кстати, тоже был уверен, что он звезда футбола. Это тот случай. Восемь процентов наша партия набрала по городу. Я набрал тринадцать процентов. Вчера Прядков сказал, что все это Каплин. Нет. Каплин восемь. Нет, Каплин, думаю, даже пять. Пять процентов, все остальное, это мы тоже работали. Каплин за этот выбор избирательный период, он ни разу не явился в Полтаву до выборцев. Ничем не поддерживал. Ни на округах, ничем. Он единственное, что сделал, это марш людей с Полтавы до Киева, который он проехал маршрутками, на определенных участках он выходил и шел пешком. Это мы все наблюдали по 212 каналу, который, к сожалению, ни к чему не привел. Мы все так верили, что этот человек дойдет до Киева, вот он постоит. В итоге, как был газ, так и дороже стал. Еще и тарифы, тарифы растут, растут. Чем больше он говорит, чем больше тарифы растут. Парадокс? Нет. Восемь процентов был рейтинг этой партии. Тринадцать процентов я набрал. Я явился, я набрал наиболее больше процентных в проценте. По городу Полтава, да, Денис. На моем районе не являлся ни капли, ни шамота не являлся. Я брал, работал, работал методично в том, как я привык работать в работе своей. В предыдущей работе, которой сейчас я занимаюсь, но уже меньше из-за своей депутатской деятельности. Я занимался, я занимался, рассказывал, обещал, но при том, что я не просто обещал, я и сделал. За год работы мои все абсолютно крыши на ливаде были отремонтированы, трубы были отремонтированы, дороги асфальтировались. У детей проводился, не было елки новогодней, уже пять лет не было. Два года подряд уже ставится елка. Дети проводятся развлекательные программы, как и в новогодние, так и в другие праздники. Ведется воспитательная работа в библиотеках книги, мы меценатством занимаемся, в библиотеке книги. То есть полностью и спортивные мероприятия проходят. Если вы не знаете, ну, вы наверняка знаете, триатлон у нас проводился, это тоже моя работа как депутата совместно, конечно, с другими, но моя тоже работа депутата. И все методично, мы работаем, работаем. В этом году уже не только микрорайон Ливада отремонтирован, но и другие микрорайоны Алмазный, Мотель, Половки. Туда, где мне не то, что как бы я иду, потому что там не работает депутата, я иду туда. Нет, меня приглашают. Меня приглашают, видя мою работу в микрорайоне Ливады. Почему вы партии оказались не нужны? У меня, как бы да, вот опять-таки камень преткновения. И настал момент, когда вот Полищука, наверное, стало много. Много-много везде Полищук, Полищук. Нету других там депутатов, а есть Полищук. Появился момент, при котором можно было... В партии есть такая вот часто обвиняемая проблема, как бы называется популизм. Популизм, у нас как бы есть депутаты Верховной Рады Украины, которые занимаются популизмом. И вот как бы нашему лидеру Каплинова превращают, как бы, ну, говорят, что он популист. Где ему в четырнадцатом году в глаза это говорит? А здесь появился в партии человек, который работает. Сергей Павлович, я, ну, я про себя раз говорю. Появился человек, который работает. Ведь можно, ведь можно, получается, на вот человек работает, от какой он партии? СДП. Денис, а почему ты не пишешь СДП? У меня вопрос, а почему такие депутаты, как Грузда, как другие депутаты, которые не работают, не провели ни одной встречи за два года, ни одной встречи не провели в приемной каплине? Там, где я и Сергей Павлович проводят постоянно встречи, постоянно принимают, постоянно взвергивания приходят. А тут получилась возможность просто, чтобы я на своих встречах говорил про партию СДП. А я говорю, я прихожу на свою встречу спрашивать проблемы людей, а не говорить, вот есть СДП. Они говорят, а надо говорить про партию СДП? Не важно. А что бы вы с этого, какие дивиденды депутатские имели бы, если бы говорили, что вы от партии? Ну, возможно, дивиденды в том, чтобы сейчас такая вот... Это помогло бы вам в работе? Такое рейдерство бы не появилось, это возможно было бы. Такого бы не было, если бы я говорил, везде заявлял, что я от СДП. Я, единственное, как бы, я не превращал свои, не превращая свои собрания в политические дебаты, потому что собираются на собрания, там, от десяти до шестидесяти, семидесяти человек собираются. И, конечно, каждый из нас, воля изъявлением народа, мы голосуем за разные политические силы, мэров, кандидатов, проигравших, оппозиционеров. Мы голосуем каждый по-разному. Когда вот, особенно с нашего народа, когда говорится только про выборы, начинаются разные дебаты. Вот кто-то за Мамая, кто-то за Матковская, или кто-то за ББП, а кто-то за Солидарность, вернее, за БЮД, Батьковщина. Вот это начинается с ДП. Вот только ты вот зернышко засеешь, и сразу же вот эта все, та проблематика вся выходит вот нам, политикам, людям. Я старался на своих собраниях не позиционировать себя как вот какой-то партии. Если мне задавали какой-то четкий вопрос, от какой партии, мне нет стеснений, я говорил, да, из партии СДП. Тогда я был партией, партия простых людей. Но я предупреждал, как бы, у нас не ведется политические собрания. Я это не делал, но я всегда, всегда, повторюсь еще раз, не пропускал митингов, которые проводились у нас в социал-демократической партии, партии простых людей. Где у меня куча фотографий в Фейсбуке, где я стою с флагом, я этого не стесняюсь, может других кто-то уже поудалял фотографии. Я не стесняюсь, у меня осталось флагами в партии простых людей. Я стоял с флагами СДП, я ходил на митинги, я ходил на собрания, я ездил в Киев на шествие. Последнее шествие в Киев было, это 1 мая, где лидер фракции СДП выступал. Я везде посещал. Единственное, где я пропустил собрание, это было последнее собрание, которое мы ездили, они ездили где-то полтора месяца назад в Киев на собрание, где я не поехал. Но у меня была уважительная причина, у меня была причина, я болел. Болел в больнице, у меня справки, я предоставил справки. То есть, я вот Сергей Павлович не писал, а я писал. А суть-то дела не меняет. Сергей Павлович писал, а я не писал, а я писал, все равно мы опять-таки обои-рябои вот так вот идем. Я писал, было. Более того, я ксерокопии делал рентгеновских снимков. У меня серьезное заболевание было в челюбе, ну, связано, неважно, с кем в чем. Я предоставлял и рецепты, до всего доходило. Ксерокопии рентгеновских снимков, больничные предоставлял. Хотя мне не нужно больничные, я работаю как частный предприниматель, и мне не нужно больничные. Но я знал ситуацию, я это все взял. Я это все предоставил, но это было недостаточно. На политраде города, где я стоял два с половиной часа, стоя стоял, всем рассказывал, и говорил, я каждому из вас здесь помог. Кому-то крышу сделал, кому-то проекты сделал, кому-то помогал. И я помогал каждому из них. Я у них спросил, вот вы сейчас во мне что видите, вот ты не пиаришь СДП. Я говорю, ты пиаришь СДП? Да. А где ты пиаришь? В страницах Фейсбука показывают, не пиарят. Лидер областной организации, не пиарит СДП. Не пиарят другие члены политрады, не пиарят и даже инициаторы, которые меня Сергеем Павловичем отзывают. Они не пиарят. Нету на Фейсбуке, у них больше других доступных ресурсов нету. Они не пиарят твою партию СДП. А в чем же тогда во мне причина? Вы хотите, что вы хотите от меня? Что вы хотите от меня? А вот чтоб пиарил ты СДП. А у них не пиарил, они просто хотели меня убрать. Я говорю, у вас не то. У вас проблема, фамилия Полищук. И всего лишь. Я два с половиной часа здесь стоял. Рассказывал каждому из вас. В итоге вы все единогласно подняли. Потому что вам вчера позвонил Кислов. И всех вас шестерых подговорил, чтобы голосовали против меня. Потому что следующий на заход Киселев. До этих пор каждый из вас делал определенные шаги. Вы были как бы между ними. Но когда каждый из вас сделал какой-то свой шаг, вы выделились. Вы по-своему, вы по-своему. И вот это стало, это не мешает. Просто кто-то хочет сюда. Вы правильно сказали. Есть три человека, которые переколотили это все. Но есть то, о чем я говорю, кому-то это выгодно для того, чтобы отполировать механизм. Но сейчас под раздачу, как говорится, попали вы. Чем оно кончится, я не знаю. Я могу сказать, чем оно кончится. Оно кончится его неудачей, фиаско. И, к сожалению, развала такой хорошей идеи, как и социал-демократическая партия. Потому что, действительно, в корне социал-демократической партии заложены... Ну, вы хмеляетесь. А я не за то. А я знаю, как живет Норвегия, как живет Швеция. Я знаете, почему улыбаюсь? Потому что Сергею Каплину, в принципе, наплевать. Это не первый подход. У него третий или четвертый, по-моему. Он пойдет дальше и придумает еще куда-то. Ну, в целом могу сказать, что социал-демократическая партия – хороший проект. Печально, что являются там такие черви, которые разъедают эту партию. Но очень жаль. Очень жаль. И есть в социал-демократической партии люди хорошие. И есть и депутаты, которые хотят работать. Есть хорошие люди. Но, к сожалению, этот проект скоро как бы трещит по швам и еще и как. Ну, я вчера, между нами говоря, уже на выходе слышал, два человека разговаривали между собой. И я их не знаю. Говорю сразу. И один другому говорит, слышишь, а с кем же работать дальше? Я допускаю, что он голосовал за то, чтобы вас лишить, но на выходе он… А мне вчера после этого всего рассказали свежий анекдот. Вечером. Вот. Однопартийцы. Приезжает Сергей Николаевич Каплин. Вот. В Полтаву. Ему говорят, а что вы приехали? Мы вас уже отозвали. Ха-ха-ха-ха. Я вам скажу, вы смеетесь, а мне даже не смешно. Вот Денис… Может, действительно инициируете отзыв? Нет. Я имею в виду, вот эти люди, которые от этого все колотят. Они и на это способны. Вы понимаете? Они далеко не пойдут. Вот вы смеетесь, а мне действительно не смешно. Почему? Потому что Денис, ну, почти два года депутат. Вот. Мы его действительно пригласили быть членом нашей команды. И я в том числе. Я вот про себя хочу сказать. Я с 12-го года Сергеем Николаевичем знаком. Мы с ним познакомились. Я был в 12-м году руководителем отдела по работе с агитаторами в Полтавском областном штабе. 1600 агитаторов. Вот. Я обучил, я с ними занимался. И впервые встречался с Сергеем Николаевичем. Вот вы знаете, я настолько человеку поверил. И я помогал по его округу, хотя у меня вся вся область была. Но я видел эту работу, видел встречи с людьми, со всем. И вы знаете, в ночь, в ночь у него были очень сильные конкуренты. Он не был уверенный в победе. Но мы начали получать первые результаты выборов. Это на Комсомольской тогда было. Там был областной штаб. Вот. И он волновался. Он бегал вдоль штаба. Он получал результаты. И он был в них неуверенный. А у меня было уже за плечами 10 выборчих кампаний. Я отчеливал сильные штабы, очень сильных политиков. Сам побеждал. И как бы я прекрасно понимал, там был отрыв около 10%. Фальсифицировать это было нереально. На это никто не пойдет. Ну 1-2% это можно сделать. Тут 10% почти. Еще не было известно этих результатов. Вы знаете. Обычно результаты на второй, на третий день. Но я подошел к Сергею Николаевичу и сказал. Сергей, я тебя поздравляю. Ты народный депутат. Я первый его поздравил. Это во сколько ночи было? Это было около 2-3 часов ночи. Вот обычно я уже не первый раз замечаю. Между нами говоря, на одних из выборов я видел тоже одного человека. Он нервничал. В 2 часа ночи он сел на стул и заснул. В 7 утра я подошел его поздравлять. Потому что уже было понятно. В 2 часа он уже понял, что он выехал. Ну где-то так. Может там у 2-3, может где-то так. Но мы уже получали тут же дельницы ближе. Велся параллельный подсчет. То есть мы уже получали результаты. Да, не было еще протокола с мокрым опечатком. Но мы уже видели результаты. Дальше вот судьба меня свела с Сергеем Николаевичем, когда был штурм Минской Рады. Все наверное помнят. Прекрасно. 13-й год. Сергей Николаевич сидит на плечах у одного человека. Этим человеком оказался я. Это он у меня сидел на шее. Вот я его поднял. Мы действительно тогда пришли против тарифов. Пришли до Минской головы. Вот. Была команда. Сейчас этих людей фактически здесь единицы остались. Очень было много людей. Вот. Эти люди ушли. Потом меня приглашили в приемальную Каплина работать. Вот. Я больше чем 2 года, ну то есть полтора года работал помощником Каплина. Немножко в приемальной работал. Получал там минимальную какую-то заработную плату небольшую. Но было очень много сделано мною. Почему? Потому что я уже был перед этим депутатом. У меня много было связей. Вы понимали что делали? Да. Я понимал. И я просто много делал вопросов, решал всего остального. Я помогал. Очень много помогал. И вы знаете, определенный период я проработал. И потом, когда я стал им не нужен, они просто от меня отвернулись. Вот. А вы думаете, вы все-таки уже нужны не будете? Ну, я не знаю. Я вам скажу больше того. В 2014 году, когда были выборы, в 2014 году, когда были до Верховной Ради, вот сейчас Ирий Николаевич депутат, да. Вот. Я працював у его штаба. И первую встречу я ему организовывал. Это на Шилевской девчонке. 14 или 15-й? Что это? 14-й. 15-й – это местные выборы. 14-й – это выборы до Верховной Ради. Вот. Я первую встречу организовывал. У меня очень большая количество людей, которые работали со мной на других выборчих кампанах. И я близько 100 человек запросил агитаторами працювати. И они працювали на Сергея Николаевича. И дали ему тот результат, который помог ему победить. За это никто не благодарил. Понимаете? Даже слов «подяки» не было. И вчера, когда женщина, голова селища ОСН Шилевская выступала, ну, возможно, не так оно звучало. Когда мы с ней вчера встретились у холи, я говорю, Людмила Леонидовна, вы тоже пришли меня снимать? Она говорит, Сергей Павлович, что вас снимают? За что? Да вы же с Каплином завжди, вы же ему сколько сделали? Она была шокована. Я ее не просил выступать, она записалась на выступ. Но она внесла несколько неправильных вещей. Вулица Шилевская была закрыта для транзитного транспорта еще при Кокобе. Там эта улица идет от Великотирневской до туберкульозного областного диспансера. И в конце там стоят до сих пор рельсы и труба. И вот в конце гаражный кооператив, и люди вернулись до міського головы, чтобы открыли этот транзитный рух через эту улицу. Там реально не мог ходить транспорт. Мы туда ездили в прошлом году с Алексеем Чепурко. Там 4 метра всего дорога, понимаете? И вот когда обратилась голова ОСН в приемальню Каплина, мне это поручили. Я готовил листы и в милицию, и в пожарку, и в скорую. Действительно нужен им доступ или не нужен. Мы встречались и с міським головой, и все. Мы отстояли эту улицу. Сергея Николаевича там не было. Его действительно там не было. Он был в Киеве. То есть Людмила Леонидовна немножко вчера это неправильно сказала, чем воспользовался глава областной партийной организации «Прятко». Сергей Николаевич там не был. Он приехал уже через полгода туда, где я организовывал с этими людьми, которые были благодарны. Ну, будем говорить нашей. Тому, чего он сам не знал. Да, того, чего он действительно сам не знал. Он приехал туда на моей машине. Он людям пообещал, что я как стану депутатом Верховной Рады, я добьюся, чтобы на этой улице был водопровод. Его до сих пор там этого водопровода нету и ничего не делось. И вчера Людмила Леонидовна, когда начала говорить за то, что Сергей Павлович и Сергей Николаевич нам помогли отстоять эту улицу, я скромно промолчал, но потом «Прятко» вышел и сказал, ну вот смотрите, предыдущий то выступающий как сказал, Сергей Павлович и каплин Луценко, и каплин, а Луценко то сейчас его продал, продал. Вот понимаете, и эта женщина, ей просто не дали слово объяснить, естественно. И она сейчас все это комментирует. Луценко – зрадный, зрадный каплин. Вот по этому моменту, вот просто за разгромами просто я пояснил, как на самом деле все это происходило. Понимаете, и вот 15-й год, вот уже подхожу ближе, у меня было 5 или 6 предложений идти к кандидатам от разных политических партий. Ну вы как специалист. Да, да, я не буду называть какие-то это партии, я не буду называть, вот, хотя я это могу сделать. Значит мне звонили, предлагали, вот, и я для себя решил, когда, когда у Минской Ради на подвери Шамоте порвали брюки на автомобиле Минской головы. Вот, в тот момент мне позвонили, сказали, тут происходят такие-то события, я был на рынке, прибежал туда, вот, ну, эти события уже закончились. Пятко ко мне подошел, я его очень хорошо знаю, уважаю, он мне предложил, Сергей Павлович, мы хотим, чтобы ты стал нашим депутатом, ну, кандидатом депутатом. Мы тебя очень просим, тебя там все знают, тебя ты уважаешь, ты голова селыща, ты работал в райисполкомном, у тебя большущий рейтинг, у нас там нету никого, вот, ни на твой округ, ни вообще таких людей, которые кого-то знают. Я тебя прошу, будь нашим кандидатом. Я говорю, хорошо, я подумаю, через определенное время, то ли мы созвонились, то ли мы встречались, и я ему сказал, я согласен, но за одно условие, я не хочу быть членом партии. Почему? К этому времени у меня было две политических партии, я был членом партии. Не всегда люди воспринимают тебя, вот, знаете, как политического какого-то деятеля. Вот я был с 2002 по 2006 по мажоритарке обирался, меня обрала громада, и я был подзвитницей громады, вот, мне было очень легко, от меня партия ничего не требовала, потому что у меня ее не было. Поэтому я предков сказал, давайте, пожалуйста, я не хочу быть членом партии. Что мы видим? На протяжении этих двух лет мне все время закидают, почему ты не член партии, почему ты не уступил? Ты нас не уважаешь, ты нас не ценишь, ты с нами не считайся. Говорю, подождите, правила игры применяются до начала игры, то есть, когда мы играем в футбол, мы уже играем по правилам, да? А не после того, как уже известен результат. Я попросил, вы мне сказали, да, пожалуйста, не вступай в партию. Прошел какой-то период, я поехал отдыхать на море, по дороге еще не проехав Запорожье, мне звонит Валерий Гривотч и говорит, в нашем Полтавском районе, ой, в Ленинском районе завалили полностью работу, нету кандидатов, нету кандидатов. Завалили, ну, вот эти вот люди, которые вчера были на календариках. Завалили работу, нету кандидатов, нету никакой работы. Возвращайся быстро, я говорю, я раньше, чем на три дня, я не вернусь. Я вернулся. Мы собрали команду, это действительно реально была сильная у нас команда. Денис много своих людей пригласил, и кандидатов. Вот, мы закрыли районные округа, мы закрыли міськие округа. Вот, мы провели встречи, у нас каждый депутат был закрепленный за палаткой. То есть стояла палатка, там не просто агитаторы, а там были реальные кандидаты, которые шли, они с людьми встречались. Мы встречались с головами селищ, с керевниками предприемств, мы провели несколько субботников. Очень сделали фишку, такая у нас была, у нас был заброшенный стадион Климовка, где Амброзия была выше ворот, где около семи лет никаких матчей нет. У Климовка большой стадион, да, который, как все говорят, кислов довел до того состояния. Вот, значит, мы выкашивали целый день эту траву, Амброзию вывозили на Макуховское сметчезвалище, мы прибрали сметчя, вот, мы отремонтировали лавочки. Мы, я, ну, уже 25 лет я сам футболист, организовываю турниры, мы зібрали 16 команд, в том числе наша партия, рала партия простых людей, мы там не заняли какие-то места. Мы приняли участь, молодь, переважно, была Ленецкая района, вот, приехали все, и Прядко, и Шамота, и Кислов, усі пропиарились, все, пообіцяли, мы и штучные площадки в районе зробим, и все остальное. Ніяких немае, ни депутатам областей. Климовка набрала, кстати. Да, Климовка найбольше набрала, даже там не было кандидата, единственный округ на Климовке, где не было депутата, там набрали найбольше, потому что партия наша была, потому что люди подходили, говорили, спасибо, мы увидели, наконец-то стадион ожил. Да, стадион ожил. Мы на Вороне на остановку отремонтировали, мы аллею военно-визволителей взяли, привели, там, такая вот идея, аллеечка, мы ее привели в порядок полностью, все, там лет 5 или 6 ничего не делалось, ну как, школьники убирали, но именно вот это зеленое насаждение ничего не делало, мостик покрасили, остановку отремонтировали, то есть этих заходов было много, мы были одной единой командой. И как следствие, результат, Ленинский район 12,5%, 12,5%, нет, 12,5%, это вчера он сказал 13,5%, нет, 12,5% мы набрали, Киевский район для сравнения 10% и 8,5% Шевченко, Октябрьский район на тот момент. Я, как руководитель штаба, ну он назывался координатор, я ни одной копейки, ни одной копейки не получил за свою работу, ни одной копейки не получил на топливо, ни одной копейки не получил. Вот мне помогали кандидаты своим, там, автомобилем и все остальное. Я более того, я лечился, я попал в больницу на стационар, попросил, чтобы мне сделали дневной стационар, меня капали, и я уезжал с кандидатом и работал. Мы действительно работали, мы работали... Дмитрий, а вообще, ничего, если я задам такой вопрос, вообще это работа оплачиваемая? Да, это всегда оплачиваемая работа. И это достаточно высоко оплачиваемая работа, вы понимаете? Вот, но в данном случае тут не стоял об этом разговор. Почему? Потому что... Вы на идее были. Мы шли единой командой. Я сам шел в Минскую Раду. Я, к слову, шел... У меня был опыт... Смотрите, если бы вы все-таки тогда требовали деньги и вам платили, сейчас была бы такая ситуация, вы думаете? Ну, вы знаете, я... Даже в тот момент я вообще не думал о деньгах, они мне не нужны были. Я шел в депутаты, для меня была цель стать депутатом. У меня была мечта, чтобы вся команда стала депутатами, чтобы, возможно, от нас мэр был, который наберет наибольших голосов. Я все-таки пытаюсь понять. Не, ну я просто вас... Я вам скажу так. Я шел в Горсовет по округу Червоний шлях, Воронина, Раїзна и Подолк. Еще у меня был один округ, куда я шел в районную раду, который не входил в вот эти округа. Это был Панянка, вот тут, Верховинца, вот Белая Альтанка. Я перемех, я там перше місце взял. Я и в районную раду перемех, и на своем округе. Да, у меня стоял выбор. Я пошел сюда, я решил, Денис вообще человек новый был, его никто не знал. Его вообще я. И я предлагал, и другие, мы его рассматривали... Подождите, вы один из первых были, с кем мы кофе пили, да? Да. Да, после выборов один из первых. Ну, как после выборов. Летом мы с вами пили кофе, год назад где-то. А не зимой? Не, 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 летом, летом. Точно летом было. Июль, месяц. Ну, с новой каденцией, я не говорю, что самый первый... Ну, один из первых, наверное, да. И вот сегодня мы увидели оценку. Понимаете, оценку увидели. Интересно, у меня пока пошится собрать все, что у вас есть. А человек вот действительно пришел, он трудился, он работал на палатках, он работал... У него легче был округ. Тут, что говорить, у него все-таки там дома были, ему проще было. Но он обошел почти всех квартир. Конечно, конечно. У него 4 тысячи выборцев было. Ну, вы представьте, такой округ у меня сумасшедший. И отвечал за весь район, а у него немножко меньше. Так, давайте будем завершивать, потому что я более чем уверен, что до конца смотреть это все не будет. Нет, вот этот сюжет надо самым последним или самым первым сделать. Либо будем резать, либо, я не знаю, как еще будем придумывать. Самое жалкое, что произошло это именно с вами. Ну, это оценка. Это результат нашей работы. Но я хочу на прощание сказать одну небольшую фразу. Адресованная фраза Сергею Николаевичу Каплину. Но уважаемый Сергей Николаевич, я очень помню, что вы порубали двери и по сей день за них не рассчитались. Ну, вот такой я злопамятный. А теперь я буду вам через 5-10 лет вспоминать еще этих двух людей. Я же говорю, я злопамятный. Ну, просто так, это не закончится. Это не должно быть нехорошо сегодня. Еще раз, Сергея Павловича я критиковал. Я с ним не друг. Спасибо, да. Ну, на прием один раз. Ну, а я проводил депутатскую комиссию. Подождите, подождите. Ну, было. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я стараюсь быть там, где правда. А тут, ну, это неправда. Это нехорошо. Обоих как-то... Я их вижу. Люди работают. Ну, как-то так. Давайте прощаться с ними будем со всеми, да? Всем до свидания. И старайтесь не поступать так, как поступают сейчас лидеры. Я не хочу за всех партийцев, наверное, говорить. Да, лидеры партии Полтавской быстрее всего все это делают. Остальные, я думаю... Хотя и среди лидеров там нормальные люди. Я не пойму, что происходит. Вы знаете, партия всегда будет сильна, когда она будет коллективным именно звеном. Ну, я вчера коллективное видел, одобрям. Ну, да, действительно. Но просто, понимаете, много людей же было и не знает ни Дениса, ни меня. Но не одобрям. Да, я вам скажу так, отстоять полтора часа и отсидеть в зале, ну, у меня это, знаете, вызывает смутные сомнения. Как бы здесь не было какого-то интереса. Я не зафиксировал ни одного факта проплаты. Я не видел, что это есть. Но слушок я слышал. Да, да. Но я еще раз говорю. Знаете, шило в мешке не утаишь. Вот. Многих людей я знаю. И люди, возможно, не на камеру, но на диктофон скажут, как оно на самом деле это все было. Жизнь разложит. Да, жизнь разложит, понимаете. Мы их искать не будем. Это все равно вряд ли что-то изменит, потому что механизм определенный запущен. Конечно, много будет сейчас зависеть от того, как вы себя поведете и что вы будете делать. Тут скрывать нечего. Я буду стараться наблюдать за вами. Мы будем допивать сейчас чай. Да, будем допивать чай. И я всегда приду, если вы мне позвоните. Если вы мне не позвоните, а я вас увижу, все равно я камеру достану. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Всем до свидания. До свидания.